Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. И 8.1. В продаже появились компьютеры и ноутбуки с предустановленной новой операционной системой. И, конечно, можно купить лицензионную копию десятки при желании. Поговорим об обновлении, а именно о том, стоит ли обновляться до Windows 10. Какие есть причины сделать это или наоборот, пока отказаться от затеи. Для начала отметим, что бесплатно обновиться до Windows 10 можно будет в течение года. Так что торопиться с решением не обязательно. К тому же, если на данный момент вас все полностью устраивает в имеющейся у вас операционной системе. Но если не терпится, ниже постараюсь подробно рассказать обо всех плюсах и минусах Windows 10. Или, вернее, обновление до нее на текущий момент времени. Приведем и отзывы о новой системе. А теперь рассмотрим причины обновиться до Windows 10. Начну с того, почему установить Windows 10 все-таки стоит. Особенно, если у вас лицензионная система. Здесь и далее мы будем рассматривать лишь этот вариант. А тем более, Windows 8 и 1. Прежде всего, это бесплатно. Правда, лишь на один год. В то время, как все предыдущие версии продавались за деньги. Или были включены стоимость компьютера и ноутбука с предустановленной операционной системой. Еще один повод задуматься об обновлении. Вы можете просто попробовать систему. Не потеряв свои данные или программы. В течение месяца после установки Windows 10 путем обновления системы вы можете легко откатиться на предыдущую версию операционной системы. Но, к сожалению, тут у многих, не у некоторых, а у многих пользователей случаются проблемы. Третья причина относится лишь к пользователям Windows 8 и 1. Обновиться вам стоит хотя бы потому, что в Windows 10 практически многие недочеты ваши... То есть, там, в Windows 10 исправили многие недочеты вашей версии. Связанные, прежде всего, с неудобствами использования операционной системы на настольных персональных компьютерах и ноутбуках. Теперь система не заточена под планшеты и сенсорные экраны и стала вполне адекватна с точки зрения пользователя настольного компьютера. При этом компьютеры с предустановленной восьмеркой, как правило, обновляются до Windows 10 безо всяких проблем и ошибок. А вот пользователь Windows 7 при обновлении будет проще перестроиться на новую операционную систему по сравнению с обновлением до восьмерки. В связи с наличием знакомого меню пуск, да и просто общая логика работы системы должна им показаться более ясной. Новые возможности Windows 10 также могут заинтересовать возможность использовать несколько рабочих столов, более простое восстановление системы, жесты тачпада, как на OS X, усовершенствование прилипания окон, управление дисковым пространством, более простое и лучше работающее подключение к беспроводным мониторам, улучшенный родительский контроль и другие возможности. Тут добавлю, что новые функции и улучшения старых продолжают и будут продолжать появляться по мере обновления операционной системы, в то время как в предыдущих версиях будут обновляться лишь функции, имеющие отношение к безопасности. Для активных игроков обновление до десятки может стать вообще необходимым по мере выхода новых игр с поддержкой DirectX 2. Поскольку старые версии Windows эту технологию не поддерживают, потому тем из них, кто является владельцем современного и мощного компьютера, я рекомендовал бы установить Windows 10, может не сейчас, но в течение бесплатного периода обновления. А теперь рассмотрим причины не обновляться до Windows 10. На мой взгляд, основная причина, которая может служить поводом не обновляться, это возможные проблемы при обновлении. Если вы начинающий пользователь, то может случиться так, что справиться с этими проблемами без посторонней помощи не получится. Такие проблемы возникают чаще в следующих ситуациях. Первое. Вы обновляете нелицензионную операционную систему. Второе. У вас ноутбук, но при этом вероятность проблемы тем выше, чем он старше, особенно если на нем была предустановлена до этого Windows 7. И третье. У вас относительно старое оборудование 3 и более лет. Все эти проблемы решаемы, но если вы не готовы их решать и даже столкнуться с ними, то, возможно, стоит усомниться в необходимости установки Windows 10 своими силами. Вторая часто приводимая причина не устанавливать новую операционную систему заключается в том, что Windows 10 сырая. Тут, пожалуй, можно согласиться. Недаром, ведь спустя лишь 3,5 месяца после релиза вышло большое обновление, поменявшее даже некоторые элементы интерфейса. На устоявшихся операционных системах такого не случается. Поголовно встречающуюся проблему с неработающим пуском, поиском, настройками и приложениями магазина также можно отнести к недоработкам системы. С другой стороны, каких-то действительно серьезных ошибок и проблем в Windows 10 пока не наблюдал. Шпионаж в Windows 10. То, о чем читали или слышали, наверное, все, кто интересуется темой. Мое мнение тут простое. Слежка в Windows 10 – это игра ребенка-всыщика по сравнению с оперативной деятельностью браузера или настоящим агентом спецслужб мира в лице вашего смартфона. Более того, функции анализа личных данных имеют здесь вполне ясную цель – кормить вас нужной рекламой и улучшать операционную систему. Может, первый пункт и не очень хорош, но так сегодня везде. Так или иначе, вы можете отключить слежку и шпионаж в Windows 10. Еще поговаривают, что Windows 10 может удалить ваши программы по своему разумению. И действительно так, если вы скачали какой-то софт или игру с торрента, будьте готовы, что она не запустится с сообщением об отсутствии какого-то файла. Но дело в том, что, как было и так же, в принципе, было и раньше, защитник Windows или даже штатный антивирус удалял или помещал в карантин некоторые специально модифицированные в пиратском софте файлы. Есть претензенты, когда в десятке автоматически удалялись лицензионные или бесплатные программы. Но, насколько я могу судить, такие случаи сошли на нет. А вот то, что соотносится с предыдущим пунктом и действительно может вызвать недовольство – это меньший контроль над действиями операционной системы. Отключить защитник Windows, встроенный антивирус, сложнее. Он не отключается при установке сторонних антивирусных программ. Отключение обновлений Windows 10 и обновления драйверов, которые частенько вызывают проблемы, тоже не самая простая задача для обычного пользователя. То есть, по факту, в Microsoft решили не давать простого доступа к настройке некоторых параметров. Однако, это плюс к безопасности. Последнее, мое субъективное. Если у вас компьютер или ноутбук с Windows 7, которая была предустановлена, можно предположить, что осталось не так много времени до того момента, когда вы решите ее поменять. В этом случае, думаю, не стоит обновляться, а лучше продолжить работать на том, что работает. А теперь рассмотрим отзывы о Windows 10. Давайте посмотрим, какие отзывы о новой операционной системе от Microsoft можно найти в интернете. Первое. Все, что вы делаете, она записывает и отправляет в Microsoft, так как создана для сбора информации. Второй отзыв. Поставил. Компьютер стал тормозить, медленно включается и совсем перестал выключаться. Третий отзыв. Обновился. После чего перестал работать звук. Принтер не работает. Четвертое. Сам поставил. Работает хорошо, но клиентам не советую. Система пока сырая, и если важна стабильность, пока не обновляйтесь. Еще последний отзыв, который мы нашли в интернете, это самый лучший способ узнать преимущества и недостатка системы. Поставить эту операционную систему и посмотреть. Одно замечание. Эти отзывы я специально нашел в обсуждениях 2009-2010 годов. Сразу после выхода в Windows 7. Сегодня про Windows 10 все то же самое. Но нельзя не отметить еще и одно сходство тогдашних и сегодняшних отзывов. Положительных все-таки больше. А негативнее всего отзываются те, кто никогда не устанавливал новую операционную систему и не собирается этого делать. И последнее. Некоторые советы по обновлению. Если вы решили обновиться до Windows 10, дам некоторые советы, которые могут немного помочь. Первое. Если у вас брендовый компьютер или ноутбук, зайдите в раздел поддержки вашей модели на официальном сайте. Почти у всех производителей есть вопросы и ответы по установке Windows. Второе. Большинство проблем после обновления имеет то или иное отношение к драйверам оборудования. Чаще всего встречаются проблемы с драйверами видеокарт и звуковых карт. Следующее. Если на вашем компьютере установлен какой-либо антивирус, то перед обновлением его лучше удалить и установить заново уже после установки Windows. Следующее. Многие проблемы может решить чистая установка Windows. Это даже лучше. Потому что обновления – это куча проблем возникает. Следующее. Если не уверены, все ли пройдет гладко, попробуйте в поисковике ввести модель вашего ноутбука или компьютера и слово Windows 10. С большой вероятностью вы найдете много отзывов тех, кто уже выполнил установку. Ну и на этом я завершаю повествование. Все вопросы задавайте в комментах. И всегда рад рассказывать вам очень много интересного про наши компьютеры. Пока что большое спасибо и до свидания. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Субтитры создавал DimaTorzok